Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутейшая серия самонадувающиеся ковриков Old Firma Penguin, модель под названием PIK. У нас есть PIK Short, PIK 25 и PIK 38. В чем же разница? PIK Short, толщина здесь составляет 2,5 сантиметра, но размеры 120 на 51 и весит он всего 490 грамм. Это безумно легкий самонадувающийся коврик. Итак, PIK 25, толщина 2,5 сантиметра, размер 183 на 51 сантиметр и весит он 690 грамм. Теперь PIK 38, толщина составляет 3,8 сантиметра, размеры 183 на 51 и весит он 960 грамм. Идеальные самонадувающиеся коврики для альпинизма, для горного туризма и, конечно же, для велопокатушек. Ну и не стоит забывать про обычный отдых на природе. Имеется огромное количество цветов, но в данный момент мы располагаем оранжевым и синим. Давайте, наверное, разберем на примере PIK 38 синего цвета. Это мы немножечко отставим в сторону, оно нам не понадобится. И, собственно говоря, сейчас я вам покажу этот коврик. В комплекте идет сам чехол. Также здесь есть специальный кармашек, в котором хранится ремкомплект. Это мы откладываем в сторону. В некоторых ковриках имеются специальные стяжечки, которые утягиваются. Но пингвин пошло дальше и придумали вот такие вот резиночки. Быстро, удобно, комфортно и практично. Раскрываем сам коврик. Ну, вот он в открытом состоянии. Толщина его 3,8 сантиметров. И для того, чтобы начать использовать, достаточно повернуть вот этот вот клапан. Клапан у нас из пластика. И можем ждать, пока он наполнится воздухом. Материал. Внешне у нас это матовый полиэстер. Спальник скользить на нем не будет. Дно у нас из ламинированного полиэстера. Не будет скользить на наклонных поверхностях. Наполнитель у нас пена с вертикальными полостями. Идеальный вариант для ваших путешествий. Как только ваш самонадувающийся коврик надулся, вы закрываете клапан и можете его использовать по назначению. Вы знаете, самонадувающийся коврик несколько раз тяжелее обычного каремата. Но при этом он намного теплее. Что вы выберете? Спать на природе под активным, под чистым небом на каремате или на теплом и удобном самонадувающиеся коврике. Конечно же на коврике. Этот выбор очевиден. Для того, чтобы сдуть этот коврик, надо открыть клапан, свернуть пополам и от области ног к области головы начать скручивать наш коврик. Но делать это надо не спеша, аккуратными движениями, чтобы весь воздух, который находится внутри, он мог выйти. И вы спокойно поместили свой коврик в тот чехол, который идет в комплекте. Собираясь на отдых, не забудьте взять с собой пингвин. Огромный выбор ковриков имеется на сайте mandrivnik.com.ua Субтитры создавал DimaTorzok